Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваших экранах Парагон и сегодня посмотрим на Зинкс, а точнее побомбим, потому что меня реально дико бомбит от неё, потому что она отстойна, она реально ничто, она абсолютный ноль без палочки. Начнём с мелочей, а именно с того, что мне просто вот дико не нравится её плащ, если это вообще можно назвать плащом, такое ощущение, что тюль какую-то сняли и повесили ей на плечи, намного красивее было бы, если бы она была без плаща, ну хотя на моё мнение всем пофиг, так что перейдём к способностям, которые не отличаются ничем выдающимся, потому что они такие же отстойные, впрочем, как и её плащ. И первая способность называется Горькое Лекарство, которое заключается в том, что Зинкс кладёт такую небольшую ковровую дорожку, которая наносит урон. Так вот, смысл в том, что урона у этой дорожки практически никакого нету, то есть противники просто, ну, бегают мимо, там, если, конечно, долго будут стоять на ней, то, само собой, она там хоть что-то нанесёт, но а так там урона практически никакого. Когда я смотрел анонс её способностей, я предполагал, что Горькое Лекарство можно будет комбинировать с оглушающим рикошетом. Это стан, который рикошетит от цели, и чем больше рикошетов он сделает, тем надольше достанется каждая следующая цель. Иди мне. Низь скорость атакивающая. Опа! Хорошо. Так вот, фишка в том, что этот стан работает только один раз на одну цель. Я-то думал, что можно будет, к примеру, двое бегут, там, кинул в них этот стан, он от одного ко второму скачет, постоянно их станет, и тем временем это Горькое Лекарство наносит урон. Тогда, да, есть смысл. Но, получается, оглушающий рикошет работает только на одну цель, и в итоге получается, что застанет он может, там, героев максимум, там, секунды на полторы. Потому что, если вы кидаете, к примеру, его в миньона, то приоритетной целью как раз-таки является именно герой вражеский. То есть, в любом случае, там, вы кинули в миньона, и если рядом противник и миньон, она перекинется не на миньона, а потом на противника, а сразу на героя. Соответственно, в стан ему будет меньше по длительности. Единственная ситуация, когда она более-менее нормально работает, когда, к примеру, кто-то стягивает несколько целей в одну точку, такие как, не знаю, Грукс или Гидон. Вот тогда, да, это еще можно как-то, скажем так, скомбинировать. Но все равно это отстойно. Дальше идет Кошачий Коготь, и, казалось бы, это единственная способность, которая наносит действительно серьезный урон, потому что она в течение трех секунд будет наносить там все больше и больше и больше урона. Там на первом уровне 60 единиц, и там потом 80, по-моему, 100 и 120 на последнем, ну, или, помню, или 150 на последнем уровне приблизительно. И она переключаемая, то есть вы можете включить ее, там, постреляли, выключили, и она выключила, соответственно. Она тебя, сука, нихуя ты не убьешь. Я ее под башню запихну. Встанешь? Я бегу, я бегу, я бегу. У меня ловка с лайнами, да? Я останусь здесь. Убьешь? Ну, бей. Пожалуйста. Порош. Но про минус я пока говорить не буду. Перейдем к ульте, и потом я поясню, почему минус этой способности. Ульта у нас, Злой Доктор, это как раз-таки тот хваленый ее, как это сказать, не знаю, скажем так, преобразователь урона в ХП. То есть она будет восстанавливать себе ХП в зависимости от нанесенного противниками урона. То есть 50% от урона противника будет вам восстанавливаться. Но это не значит, что урон противника не нанесется. То есть вам, к примеру, стреляет какой-нибудь Мердок 500 критом. Он вам наносит 500 урона критом. Вам восстанавливается 250 ХП. То есть того, получается, он наносит 250 урона. Но при этом вы тратите 250 маны. Ну, или еще в зависимости от прокачки ульты. То есть чем больше вы прокачиваете, тем меньше, соответственно, вам требуется маны для того, чтобы восстановить одну единицу ХП. На первом уровне у вас восстанавливается одна единица ХП к одной единице маны. На третьем уровне уже вы за 0.6 маны будете восстанавливать 1 ХП. Плюс дополнительно в пассивно дается эффект восстановления маны. Постоянный. То есть его не надо как-то там включать, выключать. Он постоянно работает. Саму же способность, именно сам этот щит, барьер или там переобразователь, как хотите называйте, можно переключать. То есть вам надо, включили, не надо, выключили. Но в любом случае почти все всегда бегают с включенным. Потому что иногда вот этого времени на включение может не хватить, чтобы использовать какие-нибудь другие способности. Но это не важно. Вся суть вот пассивного эффекта восстановления маны, которая будет восстанавливать там 2, 4 и 6 процентов маны недостающей. Именно недостающей. И поначалу кажется, что действительно там будет реально колоссальное восстановление. Допустим, если там полторы тысячи маны будет у нее, то она будет восстанавливать приблизительно что-то около 60-70 маны. Когда у нее маны нет совсем. Ну, соответственно, по мере появления маны, этот эффект будет уменьшаться постепенно, постепенно, постепенно. И, скажем так, ближе к концу, там 90%, она будет восстанавливать там что-то около 9-10 маны в секунду. И пока не восстановят до конца. Так вот, вернемся к кошачьему когтю, который будет отнимать 60 единиц маны за выстрел. Вы понимаете, за выстрел. У нее на первом уровне 240 маны всего лишь. То есть, это 4 выстрела кошачьего когтя, если вы там кого-то хотите забрать вначале очень быстро. И это при этом надо попасть этими четырьмя выстрелами. Вы раз за 4 выстрелили, все, вы без маны. Соответственно, и ульт у вас уже не работает, если он у вас есть. А это только цветочки. Кошачий коготь с уровнем растет в мане. То есть, на четвертом уровне прокачки, эта дрянь будет сжигать 120 маны за выстрел. Вы понимаете, если у вас там полторы тысячи маны, допустим, вы делаете 5 выстрелов, и все, у вас половины маны нету. Ну, не половины, но практически нету. Все. Дальше еще, если по вам кто-нибудь бьет, вы там кинули стан, кинули горькое лекарство. Все, у вас маны нету, и вы забираетесь. Потому что уже абсорбирующего эффекта у вас как бы нету никакого. И это только я говорю про лейтгейм. Вы даже не представляете, как убогая она себя ведет на ранней стадии игры. Она просто отстойна. Это вот самый изичный фраг для гангеров. То есть, почти каждый ганг, выход на нее, карается ее смертью. Потому что ульты нет, даже если у нее 5 уровень, мана у нее сжигается так быстро, что и способности ты, получается, заюзать не успеваешь никакие. Вам сожгли всю ману, и потом тут же сожгли все хп. Все, вы труп. И уйти вы никак не можете, если у вас нет, конечно, эскейпа какого-нибудь. Некоторые скажут, надо качать больше маны раскачивать, чтобы было там 2000 маны. Хорошо, хрен с вами, вот вам 2000 маны, у противников белка. Все, вы труп. В любом случае, сколько бы ни было у вас хп, сколько бы ни было у вас брони, белки насрать. У вас нет маны, вам влетает, блядь, 3 косаря, потому что у вас 2000 маны нету, вам только что снесли ее. Эта дрянь подходит, прицеливается с вами, блин, своими пальцами, и все, и вы умираете. По поводу белда могу сказать одно. Вот это вот единственная сборка, которая хоть как-то помогала мне сражаться на ней. Для этого нам понадобится посох вихрь с 3 единичками силы, рассекатель ветра, 2 единички силы и малая кинетика. И вот эти карты мы берем чисто в начале, там еще берег повелителя берем в начале, не качая его. Позже берем телеблинг, потому что без эскейпа ей вообще никак нельзя. А берег повелителя качаем, потом себе хп-шкой разгоняем. Дальше начинаем набирать себе броню. Броня у нас закаленная пластина. Там немного брони вставляем себе, ну как немного, 2 тройки на броню и тройка на здоровье. То же самое делаем с настроенным барьером, 2 тройки на броню, тройка на здоровье. И кристальный проводник, ну и разумеется самоцвет стазиса, куда же без него. Потому что она будет в лейте, конечно, танковать неплохо. Но до лейта вам надо дожить кое-как. Я не знаю, как вы будете это делать, но это очень трудно на самом деле. В итоге финальный билд у нас, как вы поняли, идет телеблинг, самоцвет стазиса. А берег повелителя, настроенный барьер, кристальный проводник с маной и закаленная пластина. Ну и тут куча мусора всякого, который вы будете собирать по мере игры. Но мой совет, берем и делаем вот так вот. И больше на ней не играем, пока ее не исправят. Мана у нас сжигает очень сильно. Да, танкует она в конце игры, но в начале игры она как для команды, как для соло себя абсолютно бесполезна. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И играйте только в хорошие игры.